Конкурсная комиссия определяет рекордсмена тяжеловеса. Задача в буквальном смысле не из легких. Ведь победителем стал 142-килограммовый баран породы Суфолк из Алтайского района. Это мясо шерстная порода, баран-производитель. Выход по мясу 10 месяцев 22-24 килограмма, и вне от уже. Республиканский праздник Золотой Рунок собрал на ипподроме семейных и начинающих фермеров. Свой ароматный штрих в торговые ряды вносили травники и таежники, представившие все сезонное богатство хакасской природы. Плодово-ягодную продукцию также выставили многочисленные дачники. Мы решили организовать вот такой конкурс Золотое Руно, на котором представлены продукты питания, которые производятся у нас в республике Хакасия. Вот сегодня опыт, который сегодня показал, что это востребовано. Население приходит с удовольствием. Конечно, это очень нужно, потому что здесь цены гораздо дешевле, и натуральная продукция, знаем, что от производителя нам очень нравится. Людям радость покупать свое, употреблять свое. Это просто радостно. Мы одобряем вот такие ярмарки. Надо, чтобы почаще им помогать устраивать вот эти ярмарки. Представители различных народов, для которых Хакасия стала второй родиной, угощали гостей блюдами национальной кухни. Это наши, этот, с баранина легких. Мы сюда наливаем 10 литров молока и масла. И варим на полтора часа. Это как сыр получается. Свои экспозиции развернули народные мастера из разных уголков Хакасии. В их числе Мария Ефимовна Сагалакова из села Оршаново, которая создает уникальные изделия из войлока. Ну, это я два месяца делаю. Потому что шерсть там надо войлок скатать, а потом ее закрепить, да, а потом орнаменты набиваешь, цветную шерсть покупаю в магазине, цветную. А потом опять ее закрепить надо, чтобы она не выдергивалась вот так. Валяешь. Очень трудно в моем работе. В атмосферу ярких красок и пряных запахов погрузились сотни гостей и жителей столицы Хакасии. В числе других по ярмарочным рядам прогулялись представители республиканских властей. Во время праздника участников оценивала конкурсная комиссия, определяла самое вкусное блюдо из баранины, выбирала лучшего пасечника, народного мастера и садовода. Победители и призеры получили грамоты и денежные сертификаты из рук главы республики. Оскар Артамонов, Дмитрий Паршин, РТС. И премия в 20 тысяч.